всем любителям фотографий огромный привет рад приветствовать вас на своем канале и сегодня мы с вами в lightroom и сразу хочу сказать что демократия снова победила ну я имею ввиду опрос подписчиков касательно языка программы большинство проголосовало за русскоязычную версию и мы с вами переходим с английского языка на русский в этом видео мы с вами рассмотрим обработку городской фотографии буквально в два-три клика и я не буду вас утомлять заставляя смотреть как я выставляю настройки под тот или иной сюжет я поделюсь с вами своими авторскими пресситами которые вы сможете скачать по ссылке под видео и расскажу как этими пресситами нужно пользоваться чтобы получить нужный вам результат обязательно досмотрите этот ролик до конца чтобы знать как пользоваться этими пресситами в зависимости от сюжета света и цвета на ваших снимках но перед тем как мы с вами начнем знакомиться с коллекции настроек хочу вам рассказать про один канал который я настоятельно рекомендую и который тоже посвящен обработке фотографий но только обработки именно на смартфоне а это то о чем вы часто интересуетесь а у меня к сожалению руки все время не доходят этим серьезно заняться да и в сети таких каналов очень и очень мало это канал безусловно талантливой девушки татьяны teos разбор топовых блогеров instagram бесплатные пресситы и много много чего полезного и интересного для того чтобы ваш instagram превратился в яркую индивидуальную незабываемую страничку на которую я уверен абсолютно точно потянутся массы зрителей если вы конечно же будете пользоваться советами тани а еще она не только замечательный креативный фотограф она красивая и обаятельная девушка и на ее канале очень уютно и комфортно и вы однозначно останетесь довольны общению с ней ссылка на youtube канал татьяна teos будет в описании а мы с вами не будем терять времени поехали итак друзья у меня серия снимков из питера и слева вы увидите коллекцию прессит of которые называются тиланд orange и эти пресситы очень удачно подходят для обработки именно городских фотографий они делают более красивой плитку асфальт оранжевые желтые здания делают более интересными и насыщенными вы конечно же эти пресситы можете попробовать использовать и на других фотографиях на пейзажах и на портретах но это настройки именно для городской фотографии итак давайте рассмотрим все пресситы по порядку первый прессит у меня называется с шот как снято и этот прессит в коллекции тиланд orange находится не случайно он нужен для того чтобы сбросить настройки одним кликом то есть если вы применили прессит и он вам не нравится вам не нужно идти фотографию или в меню заходить настройки коррекции сбросить настройки вам достаточно нажать прессит с шот и все настроечки вернуться к первоначальному значению итак давайте посмотрим как именно на эту фотографию ляжет одна из настроек в коллекции тиланд orange самый верхний прессит который не обозначен цифрами а носит просто название тиланд orange предлагает вам классическую картинку где красивый циановый оттенок так называемый тилл сочетается с ярко оранжевыми и красными цветами все остальные пресситы это вариации первого прессе татиланд orange но каждый раз вам будет предложено новое сочетание цветов и если на вашей фотографии больше зелени или присутствует вода или нет воды и каждый прессит предложит вам такие настройки которые дадут наиболее удачное сочетание тех или иных цветов и оттенков и так я продолжаю подбирать настройки в этом случае мне кажется наиболее удачно ложится тиланд orange под номером 6 это конечно дело вкуса но мне нравится под эту фотографию именно такие настройки применяю прессит настройки установились вот в этом месте как мне кажется выскочил излишне желтый поэтому его можно немного прижать далее можно сделать снимок поконтрастнее подвинув часть гистограммы отвечая за темные участки немного вниз еще бы я эту фотографию сделал немного потеплее и может быть слегка понизил насыщенность отлично давайте посмотрим какой результат был до обработки и какой стал после итак смотрим было стало и так как мои настройки предназначены для обработки городского сюжета городской урбанистической фотографии у меня повышены настройки которые отвечают за текстуру за четкость и за резкость который находится вот в этом окошке детализация параметр 40 и если на вашем изображении появляется излишний шум излишнее зерно вы можете все эти три показателя немного понизить снизить резкость назначения стандартная 25 текстуру и четкость двумя кликами убрать в ноль а потом слегка можно немножко приподнять текстуру для данной фотографии никаких настроек больше не требуется и так двигаемся дальше выбираем следующую фотографию на этой фотографии у нас плитка совсем другого цвета она серая и здесь присутствует зелень виде вот этих двух деревцов на переднем плане если я применю базовый прессе тиланд оранж то это будет не совсем то что мне нужно вот такую мятную темную зелень я честно говоря не очень люблю я люблю когда зеленый все-таки присутствует на фотографии потому что ну согласитесь листья все-таки должны быть зеленые не черные не матовые тем более мы снимаем городской сюжет так давайте посмотрим тиланд оранж 0 1 2 3 4 5 6 вот здесь зеленый уже заиграл 7 здесь он более коричневый 8 и здесь зеленый присутствует но он более темный и так я в этом случае остановлюсь на прессе титиланд оранж под номером 6 применяю его сделаю слегка ярче экспозицию немного приберу тени и также добавлю температуру подвинув ползунок слегка вправо здесь также желтый выглядит как пятно которое бросается в глаза слева на здании поэтому давайте мы просто немного прижмем желтый в этом случае тоже и сделаем его потемнее а зеленый наоборот слегка добавим и так смотрим какая фотография была до обработки и какую мы с вами получили и так двигаемся дальше вот такой интересный снимок из burger king и у меня для таких фотографий есть особенный прессит который называется till and orange cinema он находится самый последний в списке и он придает фотографии особенно снятой в помещениях вот такой кинематографичности и так давайте применим немного доработаем тени переходим в тоновую кривую и двигаем точку который отвечает за темные тона немного вниз мы получаем темные матовые тени но информация в тенях абсолютно вся читается теперь поэкспериментируем с температурой сделаем чуть-чуть потеплее или похолоднее пожалуй я оставлю как снято слегка все-таки я температуру сделал бы чуть-чуть потеплее но сделаю это кнопками вот так будет отлично давайте смотрим было стало обратите внимание как коричневый неказистые цвета которые вот на стульях на плитке как они засияли в нашем случае а белый цвет lcd ламп превратился в бежевый персиковый да и все светлые участки выглядят намного интереснее чем в оригинальном изображении так двигаемся дальше вот такое изображение подберем наиболее удачный прессит мне больше нравится прессит тиланд оранж один давайте применим его экспозицию я уведу немного влево сделаю снимок слегка потеплее сочность уведу немного вправо и также на гистограмме точки отвечающие за темные тона подвину немного вниз давайте посмотрим какое изображение было и что в итоге мы получили светлая часть неба абсолютно не проработанное бесцветная и смотрите как она выглядит на обработанном изображении так переходим к следующему изображению тиланд оранж интересно но по мне так асфальт слишком синий цановый надо все-таки снизить немного его насыщенность вот 0 1 неплохо смотрится 5 тоже ничего но все требует доработки пожалуй выберу здесь 5 здесь тени не просто циановые в не здесь добавлено немного аквамарина применяем прессит экспозицию подвину слегка вправо температуру сделаю чуть-чуть потеплее и в данном случае у меня все здания получились такие немного блеклые но если я буду повышать либо сочность либо насыщенность то обратите внимание мой персонаж на самокате на переднем плане его цвет кожи становится ну просто неестественной что делаем в таком случае выбираем кисть коррекции повышаем насыщенность колесиком мыши подбираем необходимый размер кисти и подкрашиваем здание я это сделаю быстро вы у себя в таких случаях делайте конечно поаккуратнее теперь мы можем на этой же кисти добавить текстурки сделать чуть-чуть потеплее еще даже можно добавить насыщенности на нижнюю часть снимка я бы здесь применил градиентный фильтр чтобы нижнюю часть изображения сделать слегка потемнее вот так будет достаточно еще кистью можно доработать вот эту разметку в углу давайте выберем кисть по насыщение и просто проведем вот так вот и сделаем чуть повыше температуру ну вот совсем другое дело и так давайте посмотрим какая фотография была и что мы получили теперь посмотрим вот так отлично двигаемся дальше на таких фотографиях мне очень нравится применять мой пресет тиланд orange cinema в данном случае здесь даже не требуется никакой обработки фотографии уже получилось замечательно и давайте смотрим было стало некрасивый желтый коричневый ушел на его место пришли красивые красные бордовые оттенки как двигаемся дальше вот такая замечательная фотография давайте подберем прессе под этот сюжет под эти цвета здесь она вы явно зашкаливает но давайте мы это снимок возьмем для примера как меняет изображение цветное изображение меняет баланс белого и так я применяю прессе тиланд orange смотрим на циановые участки и двигаю температуру немного вправо и вот как наши циановые оттенки становятся такие более серыми более интересными здесь также кистью можно доработать арочку я сейчас подробно на этом не буду останавливаться я уже показал вам как я это делаю двигаемся дальше вот такое изображение давайте подберем настройки под него но здесь все достаточно интересно смотрится даже не знаю на чем остановиться наверное выберу вот такой более холодный пресс он подчеркивает пасмурную погоду питера давайте посмотрим какое изображение было и что в итоге мы получили здесь даже нечего дорабатывать оставлю как есть переходим к следующему изображению на нем вода него как вы знаете да и много городских рек имеют вот такие вот коричневые оттенки давайте посмотрим как изменит цвет воды один из прессе тав вода слишком синяя мне это не нравится вот здесь уже поинтереснее тоже ничего 6 довольно таки неплохо 6 мне нравится больше всего в этом случае давайте применим его ну здесь также я не вижу что здесь можно еще доработать фотография и так получилось замечательно можно поработать с тенями с виньеткой но в принципе этого уже достаточно для того чтобы публиковать эту фотографию и так давайте посмотрим какое изображение было и что в итоге мы получили вот такая некрасивая вода даже не буду сравнивать на какой цвет она похожа цвет чая и какой красивый насыщенный такой стальной цвету воды мы получили применив прессе так идем дальше вот такое изображение 1 2 3 4 4 мне нравится 5 тоже неплохо 6 усиливать зелень давайте я оставлю 6 можно понизить слегка насыщенность чтобы зеленый не такой яркий был а с точность наоборот слегка прибавить на этом изображении нет людей поэтому мы смело можем двигать ползунки отвечающий за красные оранжевые и желтые оттенки красный я бы сделал даже чуть-чуть потемнее теперь еще хочу поработать немного с тенями сделать их наиболее насыщенными темными вот эти светлые участки требуют доработки я бы это на самом деле делал бы photoshop мне там это делать быстрее комфортнее но зачастую такую лечиться просто более удачным кропом давайте мы просто пожертвуем с вами верхушкой здания вот здесь и так уже было немного скроплена и слегка подправлю горизонт отлично смотрим было стало так двигаемся дальше вот такое изображение с желтыми столиками и стульями давайте подберем просит под этот снимок 4 ничего 8 не больше нравится давайте посмотрим как синема вот видите не всегда он ложится интересно на изображение остановлюсь на восьмом тени уберу немного влево экспозицию прям чуть-чуть правая часть снимка у меня большая темная а левая часть изображения маленькое светлое давайте применим градиентный фильтр экспозицию подвинем в левее заодно у нас проявится и небо вот такой сделаем переход плавный чтобы он не был заметен так двойным нажатием enter скрываем настройки градиентного фильтра теперь на все изображение сделаем потеплее баланс белого точку черного подвину немного левее отлично давайте смотрим было стало ну вот совсем другое дело идем дальше вот такое изображение не подходит не подходит не подходит 4 ничего 5 интересно 5 понравился мне больше кликаем экспозицию немного притемняем а баланс белого делаем немного теплее здесь также можно доработать здание пройтись кистью и сделать их более насыщенными вот так снимок выглядит интереснее еще бы я наложил градиентный фильтр на нижнюю часть снимка сделал его потемнее потяжелее совсем чуть-чуть ну и можно доработать небо давайте применим сюда градиентный фильтр скинул насыщенность цвета уберу вниз чуть-чуть уберу экспозицию влево и белый подвину немного влево так будет даже достаточно хорошо так смотрим было стало и вот такой вот серо-буро-малиновый асфальт у нас превращается вот в такой красивый с легким циановым оттенком идем дальше здесь классический тиланд оранж сразу хорошо лег но 1 ничего 4 ничего 5 ничего больше всего понравился мне тиланд оранж применю его экспозицию сделаю немного левее чтобы снимок был поконтрастнее фотография слегка пересвечена добавлю чуть-чуть температуры готова смотрим было стало посмотрите какой красивый становится черный слева оригинальная справа обработанное изображение еще одна фотография 0 1 хорошо добавляю 0 1 температуру чуть-чуть потеплее экспозицию чуть-чуть влево насыщенность немного приберу а сочность добавлю отлично смотрим было стало так ну и осталась последняя фотография вот с таким вот незатейливым сюжетом здесь у нас есть красные вот эти вот тумбы по цветы и эта часть изображения довольно таки яркая она бросается в глаза и зритель обязательно обратит на это внимание поэтому пусть в данном случае красный будет лакмусовой бумажкой подберем такой прессе при котором красный будет наиболее интересной так 0 1 неплохо 4 неплохо 6 неплохо 8 неплохо ну и синема тоже неплохо кстати я остановлюсь пожалуй на шестом экспозицию виду немного влево фотография слегка засвеченная и сделаю чуть-чуть потеплее отлично давайте здесь обратим внимание на черный вот фон вот этих вывесок вот такой черный в оригинальном изображении и вот такой вот черный с легкими циановыми оттенками у нас получился в обработанном изображении но еще пару слов сказать про изображение все изображения которые я использовал это raw формат фотографии я делал на камеру canon 6d и объектив сигма 20 миллиметров f1 и 4 арт если вы будете обрабатывать фотографии сделанные на сигму то результат данных пресетов вы увидите аналогичный как и у меня на моих изображениях если же вы фотографируете на другой объектив или на другую камеру то вероятнее всего ваши настройки покажут немного другой результат и вам придется их доработать уже под свой вкус и цвет как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные а на этом друзья все надеюсь видео вам понравилось и будет вам полезным если вы еще не подписаны обязательно подпишитесь на мой канал не забудьте поставить лайк и нажать колокольчик поделитесь этим роликом в соцсетях пусть ваши друзья тоже начинают вместе с нами делать этот мир немного красивее чем он есть на самом деле легкой вам обработки ярких и красивых кадров и до новой встречи есть а 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 Субтитры подогнал «Симон»